Митинги, плацконцерты военных оркестров и открытие комнат боевой славы. На уходящей неделе в Беларуси отметили День пограничника. Эта профессия одна из самых интересных, ответственных и уважаемых. Как бы ни изменялся мир, защиту границ Родины доверяют, как и прежде, настоящим патриотам и профессионалам. В Гомельской области праздничное мероприятие прошло на территории погранкомендатуры Лоев. Именно туда и отправились наши корреспонденты. Свой профессиональный праздник пограничники традиционно отметили на всех заставах. Однако центральное место в программе торжеств в этом году отвели митингу в погранкомендатуре Лоев. Торжественное построение и награждение лучших. Нагрудные знаки Государственного пограничного комитета, грамоты, благодарности, очередные воинские звания и внеочередные отпуска для солдат срочной службы. Пограничный стаж Егора Безбогина – полгода. Первая награда – значок «100 выходов на охрану государственной границы». Я хотел попасть именно в пограничники, именно на эту службу. То есть я очень много про нее слышал, очень много интересовался, и именно сюда меня все это и вело. Когда мне военкомате сказали, что тебе предлагают попасть в пограничники, я без промедления сказал «да». К современным пограничникам требования особые, и не только к состоянию здоровья. Человек должен быть настоящим профессионалом и патриотом. Выбирают самых лучших военных, которые на учебном пункте обучают специальности, и сюда они приходят уже настоящими специалистами своего дела. Мы, конечно, совершенствуем их мастерство, обучаем как личным примером, так и при проведении занятий. Но вообще уровень подготовки солдат достойнейший. По большому счету военнослужащие-срочники никогда не знают, какая тревога звучит в этот раз – учебная или боевая. В любом случае поставленную задачу нужно выполнить на отлично. Скажем сразу, задержание, которое вы видите сейчас – учебное, хотя и реальных нестандартных ситуаций у пограничников хватает. Подтверждение чему – итоги служебной деятельности. За 2019 год и 5 месяцев 2020 года на участке Гомельской пограничной группы задержано 870 нарушителей законодательства Республики Беларусь и государственной границы и правового положения иностранных граждан. Причина 88 попыток перемещения товарно-материальных ценностей, из них 72 в пунктах пропуска на общую сумму – порядка 700 тысяч белорусских рублей. Для нашего региона, наверное, основным правонарушением будет являться это рыболовство в пограничной полосе с нарушением установленных правил. За время наших многочисленных журналистских командировок нам не приходилось слышать от местных жителей ни одного плохого слова в адрес пограничников. Причем касается это как простых людей, так и руководителей различного уровня. Они реально помогают. Это общая оценка. У нас на территории Луевского района 24 населенных пункта относятся к пограничной зоне. Наши пограничники участвуют в работе смотровых комиссий в данных сельских населенных пунктах. Также принимают участие в проведении сходов граждан, на которых они проводят информационную работу по разъяснению граждан правил нахождения, проживания и ведения хозяйственной деятельности на территории пограничных и сельских населенных пунктов. У нас в районной гимназии созданы работы от отряда юных пограничников. Также уже несколько лет на территории нашей погранкомендатуры созданы работы Это военно-патриотический лагерь «Патриот», куда приезжают дети не только Лоевские, а также ребята из Брагинского, Хойниска и Речицких районов. Заступить на охрану государственной границы. Этот приказ, который всегда заставлял пограничников ощутить свою значимость и востребованность. Защита Родины – не просто слова. Сначала приказ по кораблю. Корабль заступил на охрану границы СССР. У нас как будто второе дыхание открывалось. Это правда. Я сейчас говорю, у меня волосы становятся как-то, аж фуражка поднимается. Матросы чувствовали свою ответственность. Все было подчинено тому, что мы стояли на охране границ СССР. В программе торжественных мероприятий в погранкомендатуре Лоев открытие комнаты боевой славы имени Героя Советского Союза, пограничника Николая Сушанова. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Он получил орден боевого красного знамени на Курской дуге и отличился при форсировании Днепра в 1943 году в районе Лоева. Переправившись одним из первых, два дня удерживал и расширял плацдарм. Лейтенант Николай Сушанов умер в 1997-м. В прошлом году в погранкомендатуре Лоев Гомельской пограничной группы открыли мемориальную композицию Героя Советского Союза Николаю Сушанову. Тогда же начальник Гомельской пограничной группы Владислав Бруев пообещал открыть комнату боевой славы, посвященную судьбе Героя-земляка. Основная масса находок, которые здесь на экспозиции находятся, это именно собранность мест боев в период битвы за Днепр. Основная масса, подчеркиваю, именно здесь, в районе Лоева, там, где освобождала эту землю, 106-я Забайкальская пограничная дивизия. Мы открываем, пожалуй, одну из лучших комнат боевой славы, которая существует в органах пограничной службы. Нам в полной мере удалось реализовать то, что мы задумали. Там, где начинается страна, в пограничной службе профессиональный праздник имеет свои особенности. Собрать в этот день всех пограничников вместе невозможно в принципе. Безнадежной охраны границы не остается никогда. И этот факт делает его еще более значимым и торжественным. Товарищи фцеры, прапорщики, солдаты и сержанты, дорогие ветераны, уважаемые жители приграничья, от себя лично и лично стала Гомельская пограничная группа поздравляю вас с наступившим 28 мая. Желаю всем здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, побольше позитива. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Евгения Макенко. Новости недели.